Добрый день, уважаемые слушатели моего астрологического канала! Сегодняшний общий обзор посвящен ретро-меркурию, который у нас будет с 13 декабря 2023 года по 2 января 2024 года. О чём данное видео? Первое. Общие характеристики любой петли ретро-меркурия для всех знаков зодиака. Второе. Какое энергетическое настроение или состояние петли ретро-меркурия, которое мы ожидаем с 13 декабря по 2 января для всех знаков зодиака. Третье. Для кого ретро-петля наиболее заметна или значима? Это первая часть видео. Вторая часть видео посвящена тенденциям ретро-меркурия для каждого знака зодиака и по домам. Тайминг, как всегда, будет приведен под видео. Итак, поехали! Ретро-меркурия – это всегда период ухода или погружения в себя, возврата к прошлым ситуациям, инвентаризации, стагнации, торможения и период непонимания и ошибок. Это не лучший период для чего-то нового. Итак, общие характеристики любой петли ретро-меркурия. С чем чаще всего сталкиваемся на этих петлях? Сбои в информационном поле. Ошибки допускают даже профессионалов с информацией, с документами, с цифрами в расчетах. Новое – это как лишнее или то, что будет переваливаться через край. Или что-то теряется. Информация, письмо. Отправляем не тому. Допускаем ошибку. Вместо «уважаемый Эльвир» написали «уважаемая Эльвира». Это нормально. Период, который передает нам уверенность в том, что только мы правы, а другие ошибаются. Или их мнение расходится с нами. Но мы не забываем, у второй стороны точно такая же ситуация. Может толкать к определенной скрытости. Вот фраза «прикуси язык» и «возьми слово обратно» – это как раз для вот этого периода. Умственные процессы вообще в этот период не очень восприимчивы к чему-то новому. И поэтому этот период, когда мы то, что получили до этого в информационном поле, должны как бы интегрировать в какое-то собственное мнение, а не черпать что-то новое. Период, когда мы одну и ту же информацию будем слышать совершенно по-другому. То есть, если на нее послушать до ретропетли и после ретропетли или на ней, то мы услышим совершенно разное. Слышимость как бы с искажением. Я говорю одно, человек слышит совершенно другое. Или по-своему. Или пишем одно. Лучше в любом случае уточнять, переспрашивать, не стесняться. Это как раз время для этого. Очень много может быть различных информационных вбросов. Нужно это перепроверять. Может быть в большей степени проверяем на какая-то рассеянность. Отсутствие концентрации. Может быть не на том, на чем нужно. Время, когда все предложения перепроверяем. В этот период происходит нарушение в движении. В моторике, сбои в транспорте, задержки, отмены, переносы. В логистике, в курьерских службах, почтовых службах, в переписках. Куча ошибок. Допустим, письмо о каких-то ночных подробностях отправили начальнику вместо любимого человека. Это нормально на ретропетле. Или получили там не свою посылку, а вашу потеряли или отправили вообще на другой материк. Снижается немножко внимание при управлении транспортом и механизмами. Сам период, он такой, достаточно замедленный. И поэтому он требует определенной замедленности, медлительности. Учащается ДТП в этот период времени, конфликтность возникает, в том числе на дорогах, из-за непонимания. Этот период очень часто сопряжен с выходом из строя техники, гаджетов и машин. Прямо ждут этого времени. И они, естественно, требуют ремонта или обновления. И вообще, это просто само по себе время ремонта. Нас отправляют на ремонт. И нас, и техники. Всегда ретропетля связана с вопросами здоровья, с вопросами режима. И мы вынуждены к ним обращаемся в разной степени, под разными углами, в зависимости от сфер домов. Или через финансовую призму. Или по теме детей. И это время, когда мы ищем ремонтника, мы ищем доктора, с теми, с кем общались ранее. Желательнее всего. Или ищем какие-то заключения врачей, которые нам давали раньше. Очень часто это время сопряжается с пересмотром каких-то ситуаций на работе. Функциональные обязанности пересматривают. Ищем другую работу. Возникает вообще просто желание уйти с работы. Пересматриваются и инвентаризируются какие-то договоренности ранее заключенные. Документы пересматриваются. Вообще, как бы тормоз происходит или остановка в договоренностях, затягивание процессов. Либо возвращаемся к каким-то прежним договоренностям. И вопрос решения ситуации может не ограничиваться только одной ретропетлей. Процесс может быть вообще растянут на несколько ретропетель Меркурия. Их, как обычно, чаще всего трое вмещается в рамках года. Вообще, документы обороты любой на ретропетлях затягиваются. Это нежелательное время для покупки новой техники. Но, если такое случается, обязательно сохраняем чеки и очень внимательно проверяем при покупке. Очень часто после покупки выясняется, что эта техника нам просто не нужна и стоит. Допустим, купили швейную машинку, которая на ретропетле Меркурия, которую вообще просто не пользуемся годами. Время, когда происходит чаще всего потери каких-то бумаг, вещей, предметов, информации, контактов. Причем контакты как физические, так и просто обнулили. Либо сам человек просто куда-то девается и не можем найти на это время его. И, естественно, это классика. Прошлые контакты, общения, они просто как сами по себе всплывают. Находят нас, высвечивается информация. Случайно набирает номер телефона. Ну, естественно, это все для того, чтобы пересмотреть, конечно, эти ситуации. Это прекрасное вообще время для того, чтобы углубиться в учебу, вернуться к каким-то прошлым учебным программам и довести дело до какого-то результата. Кроме того, что еще хорошо. Очень хороший период для завершения каких-то дел по здоровью. Или завершения каких-то ежедневных, простых, несложных дел. Завершение дел при пересмотре на работе с коллегами, вернуть какой-то конфликт, пересмотреть, вернуться именно конфликт. Доделать какие-то недоделанные дела, отложенные. И, конечно, время искать работу и уходить с работы. Неплохое время для ремонтов, техобслуживаний, техник, гаджетов, машин, скутеров, роликов. И возврата к прошлым контактам и знакомствам, возможно, они станут полезны. Время решения ситуаций неразвешенных или по вопросам недопонимания в близком окружении, с братами, с сестрами. И возможность решить эти ситуации, но не только с ними. На самом деле, с достаточно широким спектром людей. Пересдача чего-то, экзаменов, переделка или восстановление документов. Это, конечно, не исчерпывающий перечень тех событий, которые чаще всего всплывают на ретро-меркурии или сопровождают его. Итак, текущая ретро-фаза Меркурия будет с 13 января 2023 года, начнется она в Козероге в 9 градусе, по 2 января 2024 года и закончится в 23 градусе Стрельца. То есть слышим, да, два знака задевает. Период стагнации у Меркурия плюс-минус 3 дня в обе стороны. То есть это стационарность. Кроме того, сама петля, она длиннее, чем ее ретро-фаза. То есть влияние Меркурия, его вот этого вот такого странного поведения, оно длиннее и не ограничивается исключительно ретро-фазой. На самом деле, его влияние Меркурия в петле будет, уже мы ощущаем, с 26 ноября 2023 года. И будет оно длиться практически, ну не практически, а по 21 января 2024 года. То есть период влияния длиннее, чем сама ретро-фаза. Это всегда так. То есть ретро-Меркурий еще не наступил, а его влияние мы уже с ноября месяца очень прекрасно ощущаем. Великолепно причем. Кроме того, еще одной, ну такой значимой может быть точкой является серединная точка ретро-фазы. Примерно 23-24 декабря тоже, где Меркурий набирает максимальную скорость и такая точка активности событий. Когда последний раз была такая петля в таком знаке? Это около 7 лет назад или 13 лет назад. Если у вас все в порядке с памятью, можете порыться у себя в голове, о чем были эти ретро-петли. Напоминаю, общий прогноз это всегда средняя температура по палате. Хочешь конкретику, иди за индивидуальным прогнозом к астрологу или сделай себе его сам. Итак, чем характерна или в чем особенности петли нынешней и какие у нее энергетические настроения, качественные? Петля начнется в знаке козерог и закончится в стрельце. То есть, как мы видим, два социальных знака. Петлю качественно можно связать с таким вот слоганом, я бы сказала. Долгосрочная перспектива или, допустим, достижение цели требует какой-то стратегии. Ну, для простоты, да? Первая стоянка Меркурия в козероге. Мы как бы попытаемся или ищем, или формулируем правильно, лаконично какие-то вопросы, связанные с чем? С репутацией, с карьерой, социальными планами, с браком, очерчиваем их. А вторая стоянка в стрельце, она может показать нам перспективу, то есть замаячить некой перспективой ответа на этот вопрос. Или ответы на вопросы, которые возникают в ситуациях на ретро-Меркурии, требуют долгосрочной какой-то разработки стратегии. Или требуют юридических вопросов решать. Эта двухзнаковая петля, она как бы позволит нам решить или ответить на вопросы, как наша карьера согласуется с нашей экономической политикой. А может что-то менять надо, в чем-то расширить свой кругозор, подучиться, чтобы достичь большего в жизни. Или как юридически решить наши долгосрочные планы. Мы сперва будем пересматривать наши планы, а затем, со второй середины этой ретро-фазы, будем переоценивать возможности этих планов. А по выходу из петли мы все это доведем до результата. Она призывает нас сперва опереться на правила и традиционность, и перейти к обобщению ситуации, к поиску непростых ответов на вопросы. Или как наш результат, любой, будет соотноситься с нашими перспективами, в зависимости от того, в какой дом это попадает. То есть это такие качественные характеристики этой петли. Кроме того, что у нас здесь еще есть такое. Первая остановка Меркурия в Козероге совпадает с Новолунием в Стрельце, которая практически будет в том же градусе, где будет вторая стоянка Меркурия в Стрельце. Что это нам дает? Это дает нам импульс, энергию для возврата к каким-то прошлым ситуациям, для инвентаризации, то, к чему у нас возвращает ретро-Меркурий. Дает силы и требует развития ситуации, к которой мы вернулись, а не просто стояние на месте. И здесь будут как бы активизироваться и подвижность, и движение, и общение. Ментальную сферу он активизирует, то есть импульс задает. Нас как бы толкают развиваться в этих вопросах. Следующей особенностью является то, что одновременно две планеты, отвечающие за ментальную сферу, стационарные и находятся в стагнации, тормозят. И обе ретроградные. Это Меркурий и Юпитер. Юпитер до 31 декабря находится у нас в ретроградном положении. 31 он останавливается, разворачивается в директное движение. То есть практически весь период ретро-Меркурия. То есть способность к коммуникациям и перспективы этих контактов, способность завязывать коммуникации, перспективы этих контактов заторможены. И это очень устойчиво. Очень сложно обобщать какие-то факты. Простое, сложное, замедленное требует пересмотра. Вообще просто торможение в ментальной деятельности. Такое время, это прекрасное время для того, чтобы погрузиться. Погрузиться в те ситуации, которым возвращает нас Меркурий. И углубиться в них медленно, с расстановкой в учебу, в развитие, в юридическое поле. Поработать с какими-то ранее предоставленными в прошлом перспективы, с направлениями. Юпитер как бы поглощен ретроградным пересмотром финансовых наших возможностей, нашей политики. А Меркурий поглощен пересмотром социальных перспектив и возможностей. И это нам дает возможность погрузиться в социально значимые вещи, в какие-то ситуации. В том числе через призму финансовую. С другой стороны, это может быть достаточно устойчивая проблема. В любой сфере или в любом доме, куда попадают эти наши две прекрасные планеты. Кроме того, по-прежнему Плутон остается на квадрате к узлам. То есть, что мы испытываем? Давление обстоятельств, давление власти, может быть, в сделках, в межличностных отношениях, договоренностях, перегретость какая-то остается. Кто-то, что-то по-прежнему пытается от кого-то добиться. При том, что мы вынуждены к чему-то возвращаться. Вторая остановка ретро-Меркурия будет в аспектах к узлам. И к чему нас ведет? Заставит или толкает? Там не заставит, там скорее толкает. Делает такой поиск баланса в отношениях. Устремляет к большей самостоятельности. Обретению какой-то смелости к напору в отношениях с окружающими. На фоне необходимости пересмотра и переоценки тех перспектив, которые нам дают, допустим, те или иные знакомства. Те или иные знания. И здесь мы должны будем активизироваться осознанно. Для кого важна петля ретро-Меркурия? Проще, наверное, сказать, для кого она не коснется. Мы не говорим о конкретно нынешней петле, а в целом. На самом деле петли ретро-Меркурия касаются всех. Просто в разной степени. Всегда ретро-Меркурий важен или актуален в первую очередь для ретро-меркурианцев. То есть у кого есть ретро-Меркурий в карте. И для них наступает время, когда они себя чувствуют комфортнее. В ментальной сфере, в коммуникативном поле. Им это время понятнее, чем остальным. И привычнее, медленнее, с расстановкой. И для них это ясно. Они знают, как пользоваться ретро-Меркурием. И им не нужны азы в его познании. И они как бы не так не тушатся. Спокойнее относятся ко всем приколам ретро-Меркурия. И сразу начинают более эффективно задействовать эту сферу. Но все нюансы петли и ретро-фаз на них точно так же распространяются. Нет у них никакого проездного билета, чтобы на них какие-то правила ретро-Меркурия не действуют. Они точно так же подчинены этим правилам. Просто они с ним более знакомы. Кроме того, ретро-Меркурий и его петли всегда влияют на близнецовый дев. И на тех, у кого что-то есть или какие-то важные точки в натальной карте в этих знаках. Потому что Меркурий управляет этими знаками. Конкретно текущая петля важна будет для козерогов и стрельцов. Особенно для тех, у кого есть что-то в 9 градусе козерога раков, весов и овнов. И в 23 градусе стрельцов, а также близнецов, дев и рыб. Но список, как вы понимаете, на самом деле намного шире. Вообще-то задействует или влияет на всех петли алетро-Меркурия. Итак, вторая часть петли алетро-Меркурия для каждого знака зодиака и по домам. Поехали. Начнем немножко в странном порядке. Шестой дом. Раки. Петля заставляет возвращаться к прошлым темам, хроническим ситуациям со здоровьем. К незавершенным темам по диете, планированию режима. Для того, чтобы пересмотреть стратегию в этих вопросах. И возможно увидеть перспективу, где она есть или где ее нет. Ищем врача опытного. Того, с кем общались ранее. Возможно, он находится далеко. Чтобы решить проблемы со здоровьем, нам придется ехать туда. И естественно, можем услышать не то, что на самом деле говорит доктор. Поэтому возьмем с собой диктофон и запишем. Прослушаем это после выхода Меркурия из петли. Для чего возвращает петля у нас к решению вопросов по здоровью? Для того, чтобы мы пересмотрели ситуацию и пришли к какому-то выводу в конце. Либо подытожили что-то. Служебные ситуации. Петля возвращает, пересматривает. Служебные ситуации на работе. Петля возвращает нас и заставляет пересматривать основательно, последовательно. Та ли работа, где мы работаем. И какая от нее перспектива на долгосрочный период. Дает ли она возможность улучшить нам наше финансовое положение. И если в этом перспектива и ее нет. Или ее нет. И мы придем к решению, что мы все-таки, наверное, оставим эту работу и сменим. Либо на ретро петле, либо по выходу. Но она требует от нас какого-то такого осознанного подхода и итога в этой ситуации. Петля поднимает тему или заставляет инвентаризировать профпригодность. Требует переквалификацию. Или отправляет нас к каким-то прошлым курсам, который мы ранее учили, недоучили. Мы решили к ним вернуться. Или к педагогам. По итогу мы должны получить знания, которые имеют определенную социальную ценность. И это может повлиять на нашу работу. То есть останемся мы на работе. Или мы поймем, что наша ценность больше профессиональная. И мы найдем себе другую работу. А эта работа не соответствует каким-то нашим ожиданиям. Период, когда могут беспокоить и требовать заботы, внимания, лечения, домашние животные или помощи. Мы пересматриваем эту тему серьезно. И наши перспективы взаимодействия с животными. Например, у нас не хватает времени на выгулку постоянной собачки. Она все время одна дома. И мы принимаем решение отдать более ответственные руки это животное. Период, когда мы ремонтируем техники. Или технику. Так, что в быту, на работе. То, что каждый день используем. Машина может быть. Либо мы просто пересмотрим технику. Проведем технический осмотр. Отремонтируем и оставим только самую надежную. Которая как бы в перспективе может послужить долго. Напоминаю, ключевое слово долгосрочная перспектива. Как минимум для этой петли. Петля заставит вернуться к вопросу. Пересмотреть наши отношения к старшей и младшей. То есть, как мы относимся к тем, кто старше нас. По рангу, по званию, по возрасту. И те, кто младше нас. И заставить серьезно к этой теме подойти. Если подчиненное положение дает нам какую-то перспективу. Например, на работе. Пусть там развиваться. Уехать за границу. Должность. То есть, возможно, мы останемся в этом подчиненном положении. Или мы вынуждены пересматривать субординацию в общении. И она должна опираться на какие-то юридические основы. Иначе вопрос не решается. В ситуации с сослуживцами на работе с подчиненными. Допустим, вернемся к каким-то прошлым нерешенным вопросам. Прошлым конфликтам, которые не завершили. Попытаемся откинуть все лишнее. Трезво оценить ситуацию. Посмотрим юридические перспективы в завершении данного вопроса. Есть они или нет. И по выходу из петли можем поставить жирную точку. Возможно, петля толкает нас к работе, где бы мы больше приносили пользы. То есть, мы вообще просто задаем своим вопросом. А насколько полезно то, что я делаю? На фоне этого, допустим, мы возвращаемся к контактам с нашими прошлыми сослуживцами. Мы пытаемся переоценить, а где же пользы больше? Там или здесь? И возможно, тоже как один из поводов для того, чтобы задуматься о смене работы. Задуматься о переезде. Пересматриваем вообще свои какие-то социальные результаты, планы и возможности. И приходим к выводу, что они ничего не стоят. На фоне возврата к каким-то ситуациям по здоровью. А здоровье требует ответственности. И в итоге это тоже может повлиять на нашу работу, как минимум. Или на выполнение нами ежедневных каких-то обязательств. Следующий знак. Близнецы у них это седьмой дом. Всплывают бывшие мужья, жены, конкуренты, которые давят на нас и что-то требуют. И есть возможность решить вопрос. Как бы довести по итогу всё это дело, вернувшись к нему до какого-то финала. Получаем от них эту информацию. Переоцениваем эти отношения. Или возможно погружаемся в юридическое поле. Решаем юридические вопросы с ними. В период, когда может быть мы решим оформить неоформленный брак. Или неоформленный развод. Естественно, потребуется серьёзность и доведение до конца. Да, будет медленно, но мы в общем-то в состоянии это сделать. Вперёд, когда могут всплывать юридические вопросы. Допустим, повторный иск какой-то всплывёт. Или необходимость его подать. Не довели до завершения раньше. И нынешнее время это как раз время довести его до конца. В суд пойдём и получим результат. Всплыл близкий друг, с которым давно не общались. Пересмотрим эту тему. Проверим эти отношения на серьёзность и стратегическую перспективу. Возможно, останемся в отношениях. Если это не будет нам давать долгосрочную перспективу, мы от этих отношений и откажемся по итогу ретро-петли. Вернулся муж бывший. Позвонил, и ситуация требует серьёзного подхода. Возможно, он поднимает вопрос по ребёнку. И сильно опирается, допустим, на закон. И с переходом Меркурия в Стрелец мы как бы перехватим инициативу в этой ситуации. Попытаемся прогнуть её под себя. Звоним нашему юристу, с которым общались, консультируемся. И по итогу можем решить вопрос. В том числе через юридические моменты. И решим так, что больше в него как бы не вернёмся. Либо нет. Не решим этот вопрос. И она с определённой периодичностью, с интервалом 7-13 лет, может всплывать. Любые сделки тормозятся, останавливаются. Ну, например, по недвижимости. Возникло какое-то недопонимание. И он пытается пересматривать условия сделки, переигрывает всё. И мы вынуждены обратиться в суд. Потребовать неустойку. И по выходу из петли или будем получать нашу неустойку, или всё-таки покупатель вернётся и будем завершать сделку. Для любых новых сделок, конечно, нежелательное время. Ситуация может быть у партнёра по браку. У него может быть какая-то ситуация, связанная с пересмотром договорных трудовых отношений на работе. Он пересматривает, насколько могут быть эти отношения перспективны в долгосрочном периоде. У него отношения, допустим, с международной какой-то компанией. В итоге он может разрывать контакт, контракт и контакт с ними. И будет заниматься поиском другой работы. Или наши ситуации взаимоотношений с клиентами. Мы их тоже пересматриваем. Нас возвращает клиентам, с которыми мы работали ранее. То есть какова долгосрочная перспектива этих отношений. Мы их переоцениваем через такую социальную призму. Те, кто нам принесут эту долгосрочную перспективу, возможно, останутся. Те, кто не дадут нам её, так и останутся на этой петле. В ситуации с сослуживцами просто возвращаемся к прошлым отношениям. Именно с сослуживцами. Они нас находят или мы их находим. Приходится возвращаться к врачам. Потому что у партнёра, допустим, по браку проблемы со здоровьем. И это для нас нагрузка. И требуется поездок много. Вообще просто время таких контактов замедленных. Затянутых, отчасти бюрократизированных немножко. С социально ориентированными людьми в любых сферах. И время каких-то поездок, служебных командировок. Может быть, за рубеж. Либо с конкретной целью. Естественно, не по новым ситуациям. Ситуации, которые возникли до петли. Или намного раньше. Лет 7-13 назад. Следующий знак. Это тельцы. У них это восьмой дом. Что здесь? Ну, пооружает, во-первых, ситуации с кризисными структурами. Такие, как налоговые банки, страховые. Возвращаемся к каким-то незаконченным темам. Нужно пересдать декларацию. Или возникли какие-то ситуации с банком. Всплыли ошибки. Или необходимо очень серьезно разобраться. Залезть в законодательство. Потому что налоговая доначисленная налоги. Возможно, идем в суд. Вынужденно разбираемся ситуацией сами. Учимся. Погружаемся. Доходим до истины. И потом катаем жалобу на налогах. По всем юридическим канонам. На то, что они нам лишнее это начислены. Но это уже по выходу из петли. Вопросы наследства. Во-первых, возвращают теми, если мы его не закончили. Как минимум. Требуют контроля, концентрации. Доведения до какого-то результата. Идем к нотариусам. Вопросы совместных финансов. Или вопросы финансов нашего партнера. По браку или по бизнесу. Возвращаемся к ситуациям. Может быть какое-то уменьшение в поступлениях этих средств. Разбираемся. Смотрим, планируем. Какая перспектива вообще этих источников. Если они не перспективны, возможно мы от них откажемся. Инвестиции. Помним. Новое нежелательное. Вложение в акции, облигации, формирование уставных фондов, депозиты. Только пересматриваем прошлое. Допустим, переоформление депозитов. Перевыпуск акций. Вообще пересматриваем инвестиции. Что-то урезаем. Или пытаемся понять, насколько, какова долгосрочная перспектива этих наших вложений. Потому что, допустим, не находим какой-то общий язык на этой электропетле с партнером по бизнесу. Или по браку. Может быть пересматриваем правила распределения прибыли. Если кто-то пересмотрел законодательство, ввело каким-то образом, урегулировало эту ситуацию. Мы вынуждены вернуться к этим вопросам. И вынуждены выбирать, искать более перспективное направление для инвестиций. Или вообще переориентируем, допустим, наше предприятие, куда мы вложили в уставный фонд деньги. В итоге это может, конечно, привести к разочарованию. И мы завершим эту тему. Либо наоборот, это будет достаточно эффективная работа. Придёт, когда мы можем погрузиться в оккультные науки, в психологию. И это может перерасти впоследствии в профессиональную какую-то деятельность. И к карьере привести. Или к бизнесу. Если это даст долгосрочную перспективу. Если не даст, мы от этого откажемся. Либо если это в тренде, в социуме. То есть модно. Тогда мы с этим, может, и останемся. Дом, связанный с кризисной ситуацией, со здоровьем. Что-то не довели раньше до результата. И теперь обострение может произойти. Каких-то хронических вещей. Либо у нашего партнёра. И у нас возникает серьёзная нагрузка. Ездим. Необходимо разбираться, изучать причины болезни. Возвращаемся к врачам. Здесь, конечно, возможны и радикальные решения. Но идёт процесс подготовки к этому радикальному решению. Если у нас вопрос по здоровью, чаще всего. Хотя бывает и по-разному. Бывает и самооперационное решение на ретропетлях. Оно, конечно, нежелательно. Но если это экстренные случаи, мы ничего с этим поделать не можем. В итоге мы как бы пересматриваем и диету, и стратегию по здоровью на долгосрочную перспективу. Период переоформления кредитов, займы. Новые не берём. И опять. Дисциплина, серьёзность, без лишнего. Может быть, юридические моменты надо урегулировать. Или ипотека. Приходит пересмотр условий, допустим, кредита на фоне изменения законодательства. Или в политике банка. И мы вынуждены ею заниматься. Там, где работаем, в бизнесе, в компании, происходит в самой компании пересмотр финансов. В финансовой политике. На фоне чего пересматриваются условия договоров. Размеры договоров трудовых. И это может повлиять на наше финансовое состояние. А как у них меняется бюджет предприятия, вносятся какие-то изменения в стоимостные показатели. И, естественно, нас это очень сильно поглощает. Мы очень много этим интересуемся. Можем также на фоне этого начинать задумываться и искать новую работу. Новости могут приходить по налогам в государстве или налоговой системе. И это, например, может сказаться на нашем муже. Или на наследстве. То есть мы вынуждены вернуться к этим вопросам. Потому что там, допустим, налог какой-то появится. Надо заплатить. И с этим надо разобраться. И надо посмотреть, а как же это на долгосрочную перспективу. Может быть, с этим как-то она по-другому поступает. Пересматривается соответственный бюджет. Если нас содержали, допустим, может быть урезание. Или может быть вообще просто изменён источник совместных средств. То есть содержал муж, будут содержать родители. Или кто-то вообще перестанет содержать. Может происходить переоценка, например, медицинской страховки. Вынужденно, допустим, всовываем в свой нос и пытаемся разобраться. Погружаемся в юридические нюансы страховки. И для того, чтобы потом страховую выкатить всё, в чём она нам отказывала. На законных основаниях. Возможно, возвращаемся к учёбе, связанной с бизнесом, с налоговой, с финансами. Или каких-то социальных таких ориентаций, учебные семинары и вебинары. К которым раньше обращались и не закончили. Может быть, курсы по психологии социальной, психологии общества. Или просто возвращаемся и работаем с психологами. Потому что этого, допустим, требует от нас работа. У нас очень непростой руководитель. И без психолога мы не можем разобраться. Нам нужен инструмент влияния на руководителя. В период, когда можем обращаться или общаться с эксопатологами, с врачами. Которые, допустим, работают в роддоме. Кто-то из близких собрался рожать. Сёстры, например. И заняты, мы нагружены этими вопросами. В период, когда могут всплывать бывшие сексуальные партнёры. Мы пересматриваем, насколько долгосрочна перспектива взаимодействия с этим человеком. Насколько он нам нужен. Опасные, как с ней, ситуации могут быть в карьере, в социуме. И у нас, ну, они как опасные? Они напряжённые, интенсивные. На нас кто-то может давить. Может быть, ситуация сопряжённая с критикой больше. Либо у наших братьев и сестёр. Они получают какую-то тяжёлую информацию, связанную с работой, с карьерой. И мы вынуждены с ними работаем психологом. Допустим, мы ему вместо психолога. Следующий знак — это Овны. У них это девятый дом. Значит, это дом изгнания Меркурия. Поэтому он очень много тратит энергии для того, чтобы реализовать свои функции. Что он ещё здесь будет делать? Он будет усложнять простое и упрощать сложное. И не даёт возможность глобально оценить ситуацию. К чему возвращает? Возможно, к судебным темам, которые были отложены. Или относительно недавно, или 7-13 лет назад. Возможно, это суды, которые связаны с карьерой. И вас в результате должны будут восстановить на работе. И компенсацию выплатят. Или моральный ущерб возместят. Или суды по здоровью. Или это какая-то повторная подача судебных документов. То, что не принималось раньше, или было отложено. Тема образования и развития. Возвращаемся к этим темам. Что-то не завершили, либо необходимо серьёзно нырнуть в эту тему. Можем изменить планы. Что-то считали нужным и нужно было учить. Откажемся от этого. Или наоборот. Восстанавливаться, может, решим в ВУЗе. Сменим учителей. Вернувшись к учёбе, допустим, восстановившихся в ВУЗе, мы в состоянии это дело довести до конца. До результата. И по итогу как бы уедем, допустим, за границу. Вернули. Там продолжим учёбу, к примеру. Или социальное положение карьеры требует углубиться профессионально в развитии. И это какие-то курсы по переориентации профессиональной. И эти знания долгосрочные, они перспективные. Это очень важно для работы. Они меняют нашу ценность. Документы по образованию восстанавливаем. Или документы, допустим, созданные с иммиграцией, визы, загранпаспорта. Их, допустим, не закончили, доделываем, переделываем, переделываем дипломы. Переводим, допустим, на языки. Получаем разрешение в иностранном государстве. Документарные какие-то. И это требует последовательных шагов, законных действий, перевода, пост или ставим, международные поездки или дальние поездки. Они могут быть разные. Они могут быть и те, к кому мы возвращаемся, то есть кого-то знали раньше, едем туда. Либо это могут быть новые и достаточно хлопотные поездки. Либо это поездки с конкретной целью. Например, нам надо что-то купить. Или это вопросы здоровья. Или это служебная поездка дальняя. Или это поездка в связи с учебой. Или этим работать за рубеж, и у нас конкретная цель. Новая, конечно, поездка будет связана с хлопотами, с суетой, какие-то препятствия, торможения на работе, сбои. Не на работе, а в дороге будут. Могут потеряться документы. Международные контакты. Возвращаемся к этим вопросам. Или к ино-контактам иностранным, ино-верным, ино-культурным. Допустим, контакты прервались 7-13 лет назад на прошлых подобных петлях. Возвращаемся, пересматриваем их. Если они имеют долгосрочную перспективу, они остаются. Нет, они отпадут после реткой петли. Могут всплывать авторитеты, социально значимые люди, с которыми мы общались ранее. Или слышим о них информацию, или вынуждены их набирать, потому что нам нужны их знания. И в результате возврата к общению с этими людьми мы пересмотрим их авторитеты. Насколько они авторитетны для нас на текущий момент. Кого-то уважали и считали гуру, перестанем уважать или наоборот. Опять-таки через призму вот этих социальных оценок. Новые знакомства международные и иностранные, конечно, никто не отменял. Но на них не нужно слишком рассчитывать. Они могут прерваться, закончиться, либо просыпаться на каждых последующих ретропетлях. Меркурий заставляет вернуться и пересмотреть наш способ ориентироваться. И в окружающем нас мире, то есть в социуме, и вообще просто на местности. Но когда мы к чему-то возвращаемся, то есть в Меркурии такие простые вещи. То есть мы присматриваем наш способ ориентации в социуме через какую-то призму таких незначительных вещей. Ну, например, эти ориентиры затрагивают там тему работы или тему карьеры. И именно деталям уделяем внимание, детали пересматриваем. И в итоге приходим к выводу, что те ориентиры, которые мы выбирали до этого в социуме, допустим, профессии, они могут быть неперспективны в долгосрочке. Пересматриваем работу. Ищем работу. Пересматриваем образование. Или в связи с ситуацией по здоровью, мы вынуждены пересмотреть наши ценности в социуме и внешние вот эти оценки. В период, когда мы можем вернуться к изучению языков. Так как, допустим, ситуация в обществе требует этого. Или курсы нас находят. В период, когда поднимается тема вот этой контактности, понимания и непонимания с людьми других культур и рас. И опять-таки смотрим в зависимости от того, каковы долгосрочные социальные перспективы. Если, допустим, мы долго собираемся быть за рубежом, естественно, для нас это важно. И мы вынуждены будем менять подход к этой ситуации, пересматривать его. Близкое окружение. Те, кто были на дальнем расстоянии, за рубежом, может быть, или просто далеко, и давно не общались. То есть возвращаемся к общению с ними. И тоже просматриваем с перспективы, насколько это долгосрочно. Может, опять он позвонил. Ему опять что-то от меня надо, и всё. То есть на этом разговор закончится. В перемещениях дальних, да и вообще не только, разного рода торможения, препятствия, бюрократия, сбои, графиков, отмены, поездов. Или просто вообще некак на ретро-петле поехать за рубеж. Нет бензина, например, на заправках. Или график какой-то вмешался, и невозможно просто туда поехать. По поводу рекламы в этот период, желательно только повторную подавать рекламу. Но новую не очень желательно. Или если новая, то, скажем, не новых каких-то вещей. Но долгосрочная перспектива в любом случае и здесь важна. Смотрим, насколько. Реклама для продажи на ретро-петле лучше, чем реклама для покупки. Возможно, будем какую-то рекламу социально обусловленную, чтобы она была в тренде. Или то, что мы рекламируем, должно быть в тренде в социуме. Или рекламируем то, что имеет какую-то долгосрочную перспективу. Возможно, что-то переиздаём. Или то, что отложили, возвращаемся к нему и издаём. Время, когда мы можем вернуться, допустим, преподавать. Преподавали до этого, забросили эту деятельность и вернёмся. Но опять-таки через призму этих социальных оценок. Как минимум, а какова долгосрочная перспектива? Как минимум этот вопрос задаем. Вопросов там, конечно, много можно задавать по поводу совмещения двух знаков. Следующий знак – это рыбы. У них это 10-й дом. Что здесь? Здесь будет возвращать к ситуации, будем пересматривать работу, карьеру, социальное положение. Все-таки через призму. А что там с долгосрочной перспективой? Даёт или не даёт? То есть возвращаемся для того, чтобы посмотреть на это. И либо отбросим, либо оно так и будет, продолжим с ним что-то делать. Возможно, карьера требует профессиональной переориентации. И это даст нам долгосрочную перспективу. Всплывёт бывший начальник, в прямом смысле, может выйти на работу. Или просто информация о нём всплывает. Бывшие сотрудники, кто-то, может быть, связался с нами. И это может подталкивать пересмотреть ситуацию на работе. То есть что нам даёт старая работа в долгосрочной перспективе? И что нам может дать новая работа, если к нам последовало предложение? Пересмотр функциональных обязанностей. И чтобы мы им соответствовали, допустим, потребуется переквалификация, серьёзная, по графику. И, скажем так, законодательство вносит требования, допустим, знания языка национального. И меняем, пересматриваем всю эту тему. Возвращаемся к учебным процессам и углубляемся в них. Период, когда мы можем задуматься о смене профессии. И вернуться, допустим, к предыдущей профессии. Пересмотрим вообще нашего профессионализма. Какова долгосрочная перспектива всего этого. Перемены могут быть в структуре самого предприятия. Меняются вообще там распорядительные документы, юридические какие-то, правомочные документы в структуре предприятия, смена руководства. Правила и регламенты меняются. Увольняться могут начальники в том числе. И как следствие вот этих изменений пересмотр трудовых контрактов на фоне пересмотра политики и стратегии и планов предприятия. Период переезда из-за работы, допустим, или дальний переезд, за границу этим работы. Меняем работу из-за здоровья. Или здоровье требует пересмотреть нашу долгосрочную политику. И на фоне этого изменения в работе и переезд. Решаем уехать за рубеж, так как там, возможно, мы бесплатно будем лечиться. А здесь забешенные деньги, которых нет. Ситуации, связанные с родителем или тот, на кого опираемся социально. В семье это может быть и мама, это может быть и сын. Втягивает нас, заставляет к вопросам возвращаться. То есть уделяем внимание этим людям. Допустим, у них со здоровьем проблемы. С социальным положением какая-то возникает ситуация. Они на пенсию, может быть, выходят. У них перемены в карьере. Это все требует и плотного общения, и поездок, может быть, дальних. Может, ситуация с браком у родителей. Они его решили оформить или, наоборот, решили разводиться. Брак как институция. То есть мы пересматриваем ситуацию. Значит, не оформили, разводили брак, вернемся и дооформим. Это не совсем про абсолютно новый брак. Это как бы про доработку, либо это про повторный брак. Также пересматриваем, что нам как бы брак дает или чего не дает. Опять-таки через призму долгосрочной перспективы и социальных возможностей. Допустим, жили в гражданском браке, в это время решаем его оформить по закону. Или того требует социальное положение и условия карьеры. Без брака, допустим, не возьмут на какую-нибудь дипломатическую должность, к примеру. На ретро-петлях личных планет Венеры, Меркурия не очень желательны новые браки. Но если это повторный брак или пересмотр условий брака, то это можно. Репутация. Значит, пересматриваем. Нет ли она под собой опору и авторитетна ли наша репутация или нет. Или наши старания не замечают. Нам это тоже не надо. Мы переосмысливаем. Кроме того, переосмысливаем наши социальные ориентиры. И на фоне этого тоже могут происходить и перемены в карьере, и в браке. Ну и в здоровье тоже, конечно, нервничаем. Смена места жительства. Из-за работы, из-за изменений в браке или из-за родителей. Или мы продали на этой ретро-петле то, что не могли продать 7 или 13 лет назад, когда начинали. В результате мы переезжаем. В том числе за рубеж. Следующий знак — это водолей. Для них это 11-й дом. Что здесь? Здесь может приходить информация. Звонят бывшие друзья, приятели, в том числе с работы. Возврат к общению с ними. И здесь мы тоже пересматриваем, даст ли нам это долгосрочную перспективу или нет. То есть в зависимости от этого мы приходим к какому-то решению. Возвращаемся к каким-то группам по интересам, в которых состояли раньше. Может быть, доучимся в них, переквалифицируемся. И в первую очередь, опять-таки, те, которые будут социальным подтекстом нас интересовать или дают какую-то социальную перспективу. Не просто для удовольствия. А именно там будет способствовать развитию нашей позиции в социуме. У нас возникает какой-то профессиональный интерес к определенным группам. И к той, к которой мы вернулись, мы доведем это дело до конца. Может быть, просто поездки с единомышленниками, групповые. Но они социально окрашены. Например, групповая командировка или групповая поездка с конкретной целью. На выставку, на ознакомление еще с чем-нибудь, на рубеж, обмен опытом типа. Может тянуть в группы по здоровью, по питанию, для того, чтобы разработать какую-то долгосрочную перспективу в объединении с единомышленниками. Или эти группы как бы улучшат нас, и мы погружаемся в эти процессы. Пересмотр и возврат в соцсети. То есть пересмотр каких-то ситуаций в соцсетях или с теми, с кем общались в соцсетях. Может быть, пересматриваем нашу работу через социальные сети и ее социальные перспективы долгосрочные. Возможно, как бы погружаемся в блогерство, но не с целью развлечения, а как бы, может быть, социальными какими-то перспективами, с перспективой карьеры. И в итоге мы либо откажемся, либо оставим эту вещь, либо это может привести нас к тому, что мы развиваем коммерческую деятельность в соцсетях. Пересмотр, насколько мы свободны или не свободны в своей работе, профессиональной деятельности и в карьере. И как вообще свобода может выглядеть для нас в долгосрочной форме, допустим, в перспективе профессиональной сферы, я имею в виду. Допустим, в чем она может заключаться в профессиональной сфере? Это график свободный, да? Есть ли у меня возможность, допустим, иметь удаленную работу, либо какой-то выстроить свободный график? Допустим, нет. Возвращаемся, потому что к вопросу законодательство там урегулировало каким-то образом, и нам отказывают в свободном графике. Либо у нас пересмотр регламентов произошел, и пришел умник, который запрещает удаленную работу, прям прописал это в политике, чтобы враги через интернет не залезли куда-нибудь в наши документы. И мы переоцениваем перспективы этих возможностей. То есть этот умник пришел, и регламент навсегда, возможно, мы откажемся от этой работы, потому что нам более интересен свободный график. Или наоборот, насколько мы можем свободно учиться и развиваться на работе, ну неважно где, то есть в данном случае. Дает ли нам вообще работа свободно учиться, свободно общаться? Либо она нас может ограничивать. Есть предприятия, где ограничивает контактность, запрещает взаимодействовать с кем-то. И на фоне этого тоже могут происходить изменения. Пересматриваем отношения на предмет субординации, насколько мы свободны в том, как мы себя ведем с вышестоящими и с подчиненными. То есть мы не свободны, на нас давят, что-то от нас требуют, и будут какие-то изменения. И, конечно, не забываем, что в каждом доме коммуникативность хромает, тормозит, замедляется, и мы плохо друг друга понимаем и слышим. Вперед, когда мы пересматриваем какие-то ситуации, связанные с тем, что получаем бесплатно субсидии, субвенции, жилье от предприятия получали. Здесь, может быть, пересматривались законодательные какие-то основы или опять-таки политики предприятий, и мы вынуждены пересматривать эти ситуации опять-таки с долгосрочной перспективой. От чего-то может придется отказаться, потому что, допустим, цену подняло предприятие за жилье. И жилье дорого, и, возможно, и работу, а в результате откажемся от такой работы. Может быть, вынуждены возвращаться к контактам с социальными структурами, отвечающие за дотации, субвенции. И достаточно интенсивно и много работаем в этих вопросах, и нужно довести это дома. Наше будущее, возможно, может нас волновать, и насколько оно имеет долгосрочную какую-то перспективу. И насколько оно социально окрашено. Имеет ли оно вообще социальную опору. Или нужно изменить наши взгляды на будущее, пересмотреть. Но пересматривая мелочи. То есть мы пересматриваем на это Меркурий всегда мелкое, простое. Дом кризиса у родителей. Мы втянуты в эти ситуации. Много, может быть, поездок, общения и здоровья, может быть, родители и врачи, консультации. За рубеж, может быть, надо будет ехать впоследствии. То есть долгосрочную стратегию нужно разрабатывать по этому поводу и пересматриваем все ситуации. И, конечно, дом детей. Возврат к вопросам их образования, здоровья. Пересматриваем, например, репетитора, школу, обучение, программу. И тоже смотрим на социальную перспективу для ребёнка. Что эта учёба даёт? Может, надо ребёнка вывозить за границу, потому что мы не видим перспективы какой-то. Или вопросы здоровья пересматриваем, социальные обязанности и долг ребёнка, который будет в перспективе. Мы тоже на это обращаем внимание. И нас это волнует, и мы изучаем эти вопросы. Возможно, переезжаем куда-то. Следующий знак — это козерог. Для них это двенадцатый дом. Дом изгнания Меркурия. Он себя здесь энергетически неуютно чувствует. То есть много тратит энергии на то, чтобы выполнить свои функции. И мелко, чрезмерно придаёт большое значение. А глобально нивелирует. Дом, в котором мы как бы углубляемся в свой внутренний мир, в своё психологическое состояние. Что мы здесь делаем? Возвращаемся к психологам. Ищем к тарологам, с кем общались, возможно. Или ищем новых, но только ищем. А обратимся к ним, когда он выйдет из ретрофасы. Хотим, допустим, долгосрочный какой-то прогноз у таролога. Или у психолога нашего состояния. И понимание вообще. Или очень серьёзно изучаем что-то по психологии. И, возможно, то, что мы недоработали где-то в ранних периодах, оставили за бортом. Может быть, это психология, связанная и с нашим внутренним состоянием. И с поведением в социуме, в коллективе, с руководителем. Если руководитель, допустим, неадекватный, нас это беспокоит. Потому что это напрягает нашу психику. И хотим сами себя оградить от такого. И серьёзно погружаемся в эту сферу. Изучаем. На фоне этого мы можем вообще прийти, ну не только на фоне этого, когда Меркурий в 12-м доме ретроградный, мы можем отказываться от работы. И отказываться или пересматривать, производить переоценки социальных возможностей. И удаляемся из социума. Просто устал социально. И хочу полностью на это время выпасти из социума. Отказаться от этой гонки за возможностями. От карьеры, от работы, ухода от работы. На время или навсегда. Это такой будет период уроков. Большие не вынесем уроки, а мелкие вынесем. Но здесь как бы будут складываться обстоятельства. Таким образом, что они будут толкать нас тому, чтобы, допустим, мы ушли, отказались от работы. Ещё раз говорю, допустим, психологическая нагрузка какая-то. В результате идём к психологу. Возможно, желание уехать куда-то далеко, в глушь. Изолироваться. Или изолированное такое место, где мы погрузимся, допустим, в учёбу, связанную с профессиональной ориентацией. Нам требуется уединение. Или нас позвали на работу в закрытое учреждение. Там, где мы работали раньше. В тюрьму, например. Мы там будем отдыхать головой. Возможно, это какое-то, опять-таки, уединённое место, где мы поработаем над политикой компании. Что-нибудь нужно будет написать, переписать. Книгу, инструкцию, рецензию. Интернет-среда. Возвращаемся в это море. Погружаемся. Возможно, что-то не доделали там. Либо просто погружаемся. Тоже переоцениваем возможности интернета в долгосрочной перспективе для нас. А как это? Как повлияет на работу? Как повлияет на здоровье? На ежедневные ситуации? Возможно, учимся в интернете удалённо. И поэтому погружаемся. От чего-то откажемся, что-то останется. То есть, петли ретроградные. Это всегда для того, чтобы что-то отбросить, что-то оставить. Но что-то, конечно, останется без изменений. Что ещё? Тарканов в голове по углам погоняем. В своих мыслях пороемся. От чего-то откажемся. От каких-то социальных установок. По мелочам, конечно. Не по-взрослому. И допустим, что жизнь не только на рациональной операции социальной. А в ней есть и иррациональное зерно. Интуиция. И наши социальные ориентиры, они в том числе должны избираться исходя из интуиции. То есть, к такой глубокой философии за несколько недель в ретро-петле мы не придём. Но что-то из этого мы почерпнём. Период, когда мы можем возвращаться к работе с архивом, с тайнами. Допустим, ищем потерянные документы в архиве, связанные с образованием, с работой. Восстанавливаем или со здоровьем. Там эпиквиза. Может, ищем дату рождения. Это что к астролу уйдём. Мы работаем с тайнами государственными. Может быть, профессионально. Или вынужденно, просто не вынужденно. Как бы в этот период мы соприкасаемся с документами, которые под грифом «секретно» на работе. Или которые не афишируются широкому кругу. Может быть, просто возвращаемся к каким-то закрытым документам. Который содержит какой-то ограниченный доступ к документам. Для того, чтобы оценить долгосрочную перспективу этого документа. Он как-то важен для нас. Или ищем какие-то скрытые факты. И тоже их оцениваем на предмет. А что они нам дадут в перспективе. Запросы могут приходить из структур, из тайной канцелярии, как я называю. И опять-таки мы вынуждены направляться в архивы и ковыряться. Либо работать с информацией, которую умалчивают. Активизироваться могут тайные враги в окружении или на работе. Либо нам приходится пересматривать ситуации с ними. Вынуждены посмотреть, чем они для нас щаеваты в перспективе. Врагами могут стать в этот момент и люди из близнего окружения, и соседи, и помощники, и сослуживцы. Интриги можем быть втянуты. Либо кляузу кто-то наваяет. И мы вынуждены с этим разбираться. Тема по здоровью. Здесь и психологического здоровья, и как такового вообще может всплывать тема. И вынуждать нас, допустим, в госпитализации. Либо просто как бы уединиться надо, больничный взять длительный. И здоровье требует долгосрочной стратегии. Либо поехать куда-то надо, может быть, за границу лечиться. Может быть, тема бессонницы тоже поднимается в это время. Мы изучаем, обращаемся к врачам или к духовникам обращаемся по нашим психологическим проблемам. Период, когда мы можем возвращаться к прошлым знакомствам в интернете. Или к прошлым общениям с кем-то. Социально значимым, допустим. Но обращаемся так скрыто, не афишируем. Либо письмо от них, пришло уведомление какое-то. Либо это период вообще паузы в социальных контактах или ограничения контактности. Выпадают люди или выпадаем мы. То есть, не с кем поговорить или говорить вообще просто не хочется. Или там разъехались. Или мы удрали в глушь. Все выпали из социума, ушли из эфира. Или ушли внутрь себя, закрылись от всех. Вообще, период, когда не очень хочется говорить, а больше писать, читать, думать. Может быть, период, когда мы переоцениваем социальных критериев, нашу работу на предмет полезности. Насколько наша карьера полезна. Сколько она может оказать помощь. Период, когда мы возвращаемся к благотворительным каким-то акциям. Либо нас может тянуть в работу в такие места. Может быть, возвращаемся к вопросу работы в дальних странах в эмиграции. Тоже пересматриваем. Желание отказаться от подчиненного положения, от иерархии, от зависимого положения, от выполнения каких-то ежедневных вообще просто ситуаций и обязанностей не только на работе. Просто не хотим и всё. Не хочу подчиняться, не хочу служить, не хочу выполнять ежедневные ситуации. Изолируюсь. Я всё это пересматриваю и переоцениваю на дальнюю перспективу. А смогу ли я дальше выполнять это, подчиняться. То есть такой вот момент. Следующий знак — это стрельцы. У них это первый дом. Каким ситуациям возвращает нас здесь лето Меркурий? Это пересмотр стиля, походки, поведения, имени, роли своей в мире. Для этого нас как бы сталкивают или возвращают контактом с теми, с кем общались, но которые влияют на именно нашу роль в мире, на нашу прическу, на поведение. То есть, допустим, возвращаемся к нашему парикмахеру, с тем, у кого обслуживаемся всё время или к кому обращались ранее. К диетологу, тренеру. Не к новому, а с теми, с кем общались. К нового, а нового мы ищем. И, допустим, нам нужно поменять имидж или стиль с учётом каких-то социальных тенденций. Там и требований, которые на работе предъявлены. Время, когда мы пересматриваем и задумываемся о своей роли в этом мире. Роль у нас разная у всех. Один, может быть, себя видит домохозяйкой, другой просто мамой. Третий видит себя начальником, ну и так далее. И мы в это время задумываемся об этой роли и пересматриваем её через призму социальных долгосрочных перспектив и возможностей. Возможно, это толкает тоже нас поменять работу. Не того, что, допустим, мы столкнулись с бывшими сотрудниками и поступило какое-то предложение. Мы его пересматриваем. Обращаемся к доктору, с которым общались, по поводу нашей внешности. Операцию мы ещё, конечно, не собираемся делать. Мы только, может быть, к ней готовимся, консультируемся, изучаем этот вопрос. И смотрим, опять-таки, с точки зрения какой-то долгосрочной перспективы и социальной необходимости. Время общения, вернее, возврата к общению с прошлым окружением, с бывшим мужем, с бывшими клиентами, с бывшими конкурентами, с бывшими открытыми врагами или получаем от них известие, информацию какую-то. Возможно, приходится возвращаться в юридическое поле в связи с тем, что всплывает бывший муж из-за ребёнка. И оценив долгосрочную перспективу, мы решаем, что, наверное, всё-таки стоит обратиться к юристу по этому вопросу. Или это бывший клиент. И мы тоже делаем как бы через призму долгосрочной перспективы, отдаст ли нам это что-то или нет. Точно так же и он поступает, то есть не только мы. Противоположная сторона точно такие же имеет характеристики в взгляде на нас. Новое, конечно, знакомство никто не отменяет, они всегда были, есть и будут на всех петлях. Но мы должны просто помнить, во-первых, они могут быть прекращены по завершению петли. Либо прерываться и возобновляться на ретро-петлях, либо результат от них будет только через несколько ретро-петель, и они могут приобрести там постоянную, допустим, форму. То есть они с определённым нюансом. Либо когда ретро-петля закончится и Меркурий пойдёт в директное положение, мы по-другому услышим звучание нашего партнёра и подумаем, а зачем мне это надо? Потому что на ретро-Меркурии мы немного не так слышим друг друга, не так понимаем друг друга. Время, когда мы пересматриваем наше образование и профессиональную деятельность через призму нашей роли в этом мире. Имеют ли они долгосрочную перспективу и как они влияют на нашу роль в этом мире? Что тоже может толкать нас к смене работы, получению образования. Вообще, как бы этот дом очень активный, он первый. И здесь просто может очень активный возврат к контактам каким-то деловым, юридическим, профессиональным, социально значимым. Очень активное информационное погружение может быть. Много работаем с информацией просто само по себе, очень активно. Поездок очень много. И мы вынуждены просто постоянно возвращаться, работая с информацией, пересматривать её, перепроверять, переспрашивать. Но это просто достаточно активно может быть. То есть ничего особо значимого, а повышенная активность в информационно-контактном поле. И это может быть совершенно не сопряжено с возвратом к каким-то прошлым ситуациям, а просто с необходимостью перепроверять, переспрашивать, переуточнять, проверять ошибки. Следующий знак — это скорпионы. Для них это второй дом. Значит, это сфера нашего собственных ресурсов и бюджета. То есть мы пересматриваем наш бюджет. Переосмысляем возможные перемены в собственных ресурсах. Инвентаризируем наши доходы, расходы. Возможности социума пересматриваем. Может ли социум предоставить нам и какие возможности по источнику дохода. Или какие траты мы должны нести. Пересмотр и переоценка нашей работы на предмет того, как она наполняет наш бюджет. И что в долгосрочной перспективе по этому поводу есть. Сколько зарабатываем. И в тренде ли этот размер заработка, этот ориентир, который профессиональный мы выбрали, это работа. Или нам надо его поменять. Вообще просто как бы на работе достаточно интенсивно и много обсуждаются наши доходы, заработки. Сколько мы зарабатываем. Вероятно ли повышение или понижение в перспективе и какие. В период, когда мы можем отказаться от чего-то в доходах и расходах. Но не слишком, потому что там у нас стрелец все-таки. Наши доходы могут пересматриваться на работе документом, политикой предприятия, бюджетом предприятия. И вызывают что? Вызывают изменение отношения к работе. Можем отказываться от нее. Пересматривать. Начинать искать новое. Нас не устраивает финансовая ситуация. Вообще пересматриваем сам источник дохода. Хотим его расширить. И ближе ко второй стоянке, возможно, натыкаемся на то, за счет чего мы можем это расширить. Если мы возвращаемся к этому вопросу. Можем получить результат. Опять-таки толкать может к необходимости учиться. В связи с тем, что мы хотим расширить источник дохода. Вернемся к каким-то курсам. Чтобы расширить возможность заработка. Вообще пересматриваем и инвентаризируем наше имущество. Только движимое имущество. Что-то продадим. Что-то сдадим в аренду. Лишнее старое. Ну, своего рода почистим. Порядок наведем. Переоценим. Насколько оно нужно, не нужно. Какова его перспектива. Допустим, сдадим в аренду. Пользование инструмент какой-то. Это сфера нашего здоровья, нашего энергетического баланса. Опять-таки поднимаются ситуации. Какие-то недозавершенные по здоровью. И обращаемся к врачам. Медленно, планомерно работаем в этом вопросе. Строим долгосрочную перспективу. Разрабатываем стратегию. Что нам делать. Пересматриваем режимы питания. Возможно, из-за здоровья меняется режим работы. И работу может поменять. Может, просто на работе заставляют сделать очередной медосмотр. Пересматриваем вообще бюджет на здоровье. Переоцениваем. Если эти клиники платные. И, допустим, они помогают нам восстанавливать их услуги. Помогают нам восстанавливать энергетические балансы. Возвращают здоровье. Мы оцениваем их на долгосрочную перспективу. Насколько они вписываются в нашу стратегию по здоровью. И, возможно, остаемся с ними. Нет. Меняем. Пересматриваем, сколько я стою. В чем моя ценность. И отказываемся от тех ситуаций, которые не дадут нам увидеть эту ценность. Возможно, в этот момент мы можем вернуться к тем знакомствам, которые нас обесценивали или переоценивали. Для того, чтобы лучше, что ли, понять свою ценность. Или вернемся к курсам каким-то, которые увеличат нашу стоимость профессиональную, как минимум. Время пересмотра собственной системы ценностей. Индеризации. Что ценно лично для нас. Для нашей роли в этом мире. Что-то отомрет, что-то останется. И по выходу будет более трезвый взгляд на эти вещи. Пересмотр договоров, договоренности на предмет стоимостных показателей. Переоценка. Допустим, по медобслуживанию в том числе. То же самое может происходить по отношению к нам. Допустим, изменения в политике предприятия. И меняется цена в наших трудовых договорах. Оклады, тарифы и все остальное прочее. Либо мы начинаем искать в каких-нибудь распорядительных документах, в коллективах, в коллективных договорах угрубляемся. А сколько же на самом деле цена или стоимость того или другого. И это может повлиять на наш доход. И пытаемся разобраться в этом. Много говорим по этому поводу. Время переоценки транспортного имущества и транспорта. Переоцениваем с точки зрения чего. Может быть ее продать, чем содержать. То есть какова долгосрочная перспектива этой машины. Или поменяем машину и ищем в это время. Хочем купить и как раз мы ищем. Либо это время продать не только машину. Продать имущество. Не новое особенно. Или время пришло продать то, что застряло на 7 лет. Мы начинали продажу лет 7 назад. Движимое имущество не могли продать лет 13. А вот сейчас оно активизируется. Следующий знак этой весы у них это третий дом. Это дом обители Меркурия. То есть он тут себя чувствует просто классно. И энергию на лишнее никуда не тратить. Только на свои функции. Ну правда в Стрелец, когда он перейдет, ему там немножко не комильфон будет. Но дом компенсирует. Меркурий у нас тут такой себе бюрократ. Да? Он вообще бюрократ в Козерое. Ну здесь как бы сильный такой бюрократ. Энергетический сильный. Или может как бы свои возможности бюрократические проявить что-ли более эффективно. Значит это... Эта сфера заставляет нас чаще, чем обычно, натыкаться на знакомых контакт из прошлого. Одноклассников, бывших соседей, сотрудников с работы. Давно не общались с близкими, с сестрами. Или какие-то недомолвки. И вот время вернуться. Посмотреть на перспективу этих ситуаций. Может ее решить. В том числе может через юридическое поле. Или эти ситуации должны нам дать уроки. И мы должны что-то из них вынести. Возможно возвращаемся к контактам опять с докторами, которые когда-то провели нам консультацию. Очень нужно вернуться в теме здоровья, поговорить с доктором. Потому что нам нужно выставить стратегию. Время для ремонта техники, гаджетов. Ищем ремонтников с теми, с кем работали. Новых просто ищем. А у старых уже ремонтируем. Рассматриваем также долгосрочность и перспективу сотрудничества с ремонтниками. Допустим, старый не то починил. Будем искать нового. Курьерские почтовые службы работают со сбоем. Теряются запчасти. Разыскиваем. Это у нас опять уроки. Обходимые для нашего развития. Пришла посылка. Путаница какая-то в отправках. Путаница в письмах. Не тому отправили, допустим, политику предприятия. Клиенту отправили. О, Боже! Он увидел наши тайны. По социальным программам, по поощрениям. Время когда можно написать жалобу. По закону, по всей форме, на инстанции. Так как какая-то наша проблема не решается из-за соседей. Допустим, под окном текстанцию открыли год назад. И все, понеслась. Бюрократическая переписка, волокита, общение, затягивающиеся. Всех вопросов и документооборотов. Это такое время. Просто к этому надо подходить с пониманием. Возвращаемся к каким-то темам по образованию. Пересматриваем курсы. Пересматриваем незаконченным. Возвращаемся к книгам недочитанным. К инструкциям недописанным. К положениям недоработанным. И зеленый свет, пожалуйста, доработать недоработанные вещи. Очень эффективное время для того, чтобы продуктивно учиться, писать, переписывать. Реценивать то, что мы делаем, с учетом на долгосрочную перспективу. Может, напишем кому-нибудь рецензию. Период восстановления документов, связанных с образованием. Может быть, со здоровьем. Трудовыми какими-то документами. Или переделываем, потому что ошибку какой-то балбис допустил. Переводим документы. Потому что от того требуют новые социальные наши ориентиры. Допустим, собираемся уезжать. Работа с информацией. Тоже все очень затягивается в информационном поле. Или это время как раз погрузиться в нее. Что-то, где надо медленно искать, внимательно пересматриваем. Время, когда может тянуть к информации какого-то такого официального, юридического, разрешающего характера. И мы ищем какие-то факты, допустим, по этому поводу. Прошлые нормы закона, на которые ссылались. Ищем работу. Ищем информацию о работе, допустим. Или нам нужна информация медицинского характера. Информация по работе с профессиональным каким-то таким подтекстом. Вот она нас интересует, и мы углубляемся. Углубляемся в медицинскую информацию. Тоже что-то изучаем. Или по диете, или по питанию. Это поглощает нас. Переписки очень много может быть со служивцами. И мы поглощены этим очень сильно. Ошибок много, неточностей. Время пересмотра ближнего окружения. С кем общаемся, по какому поводу. Есть ли долгосрочная перспектива взаимодействия с тем или с другим. Какие социальные возможности. Пересматривается маршрут движения. Как и пеший, так и транспортный. Допустим, законодательно изменены или перенесены остановки. Отменен какой-то автобус. Возврат коммерческой деятельности какой-то. Допустим, давно не продавали что-то. Вернемся к этому вопросу. Допустим, начнем продавать свою машину. Покупать, конечно, не очень желательно новое. Но это период для поиска. Время вообще продавать что бы то ни было. Особенно не абсолютно новое. А если мы что-то покупаем, как всегда, сохраняем чеки. И всем раз подумаем перед тем, обрать нам или не брать. Потому что очень часто то, что мы покупаем новое на ретро-петлях, мы его потом не носим, не используем. Либо у нас какие-то начинаются нюансы. Зад-перед тягаем эти телевизоры, потому что он там как-то не работает. Возврат к теме блогерства и медиа. То есть оставили где-то эту тему, и вот сейчас возвращаемся, погружаемся. Может быть профессиональный этот вопрос. Изучаем или просто в него ныряем. Изучаем юридические аспекты. А возможно нам надо получить какие-то разрешения, зарегистрировать там частного предпринимателя. Ну в общем углубляемся в эти нюансы. И доведем до конца. Следующий знак это дева. У них это четвертый дом. Ситуация с семьей, с родителями не отпускают далеко. Нужно быть как-то ближе немного. Много издей общения из-за родителей, из-за ситуации с их здоровьем. Приходится общаться с докторами. Понимание, насколько это, как надолго, какова перспектива всего этого дела. Это время, когда мы можем вернуться и решить вопросы по общению с родителями. По каким-то недоговоренным вещам или непоставленным точкам. Или со членами семьи. Решить какие-то недомолвки. Но диалог какой? Официальный? Официальный. И нужно соблюдать иерархию в общении, и дистанцию какую-то. Это не разобрал по душам. Или относиться надо с уважением к человеку. Ситуация и возврат с местом жительства, с недвижимостью. Допустим, требует ремонта. Ищем ремонтника. И опять-таки оцениваем через призму долгосрочные перспективы. А стоит ли? Время, когда мы можем менять жилье. Переезжаем, допустим, в то жилье, в котором жили раньше. Или время, когда мы ищем жилье, чтобы снять его, допустим. Время работы с документами. Возврат к работе с документами по недвижимости. Нужно какие-то официальные вопросы юридические завершить по оформлению или по аренде. Или готовим дом к продаже и, соответственно, готовим документы. Или это время, когда мы продадим объект недвижимости, который застыл 7 лет назад, и мы не могли его продать всё это время. И сейчас это тронется с места. Но, конечно, процессы обсуждения ситуации не очень комфортны на ретропетлях. Поэтому, если это крупные сделки, их, конечно, лучше переносить на прямое движение Меркурия. Время, когда мы можем пересматривать то, что мы унаследовали от родителей. В себе какие качества. И, допустим, глубоко изучаем это. Какова перспектива этих унаследованных от родителей даров. Может, необходимо от чего-то отказаться. И попробуем это сделать. Период, когда может вернуться кто-то из членов семьи. На родину, домой. В том числе, за решением каких-то официальных документальных вопросов. Или из-за карьеры. Или соседи вернулись. Время наведения порядка в доме. Чистим, избавляемся от каких-то вещей. Оставляем только надёжное и то, что даёт какую-то перспективу. Пересматриваем фамилию в документах. Разве лица никак не могли поменять фамилию? Вот время пришло. Абсолютно новую фамилию не берём на ретро-Меркурий. Время может быть служебные поездки с определённой целью. И мы живём всю ретро-петлю где-то в другом городе. Это у нас как временный дом. Итак, последний знак — это львы. У них это пятый дом. Что здесь у нас? Тема детей. Значит, возвращаемся, пересматриваем учёбу, здоровье, учителей, программы детей учебные, маршрут ребёнка. Наш контакт с ребёнком. В результате поменяем школу или ищем школу, или ищем новый кружок для ребёнка. Опять-таки с оценкой на долгосрочную перспективу. Переоцениваем репетитора. Решаем какие-то нерешённые вопросы в общении с ребёнком. Но официально, серьёзно, с уважением, с расстановкой. Маршрут уменяем ребёнку, так как законодательно убрали там остановку, поменяли автобус или из-за большой трассы. Тема здоровья ребёнка. Возвращаемся. То, что не завершили. И нужно выработать стратегию долгосрочной, потому что ребёнок испытывает нагрузки, занимается спортом. Переоцениваем эти ситуации, переоцениваем его здоровье в долгосрочной перспективе с учётом того, как ребёнок занимается. Может быть, нам это не нужно, и мы закончим эти тренировки. Или насколько серьёзно он будет этим заниматься. Или вообще просто период, когда нас просто засасывает постоянное какое-то общение с учителями из-за какого-то непонимания вот этих их домашних заданий, программ учебных. И мы тоже оцениваем на долгосрочную перспективу. А что как бы в итоге? Или просто как бы всплывает в общении бывший тренер, бывший учитель ребёнка, вдруг родители одноклассника, приходится как бы достаточно плотно общаться. Тема любви тоже пересмотра на предмет долгосрочности и перспектив, и социальных возможностей нашего романа. Если перспектив долгосрочных не даёт, возможно, мы и прекратим эти отношения. Может прерываться отношения, останавливаться. А может быть, наоборот, узаконим, раз они нам дают долгосрочную перспективу. Может быть, поездка с любимым человеком с какой-то конкретной целью. Например, из-за здоровья. Или вообще просто переоцениваем саму любовь с социальных каких-то позиций. Насколько это нам полезно или не полезно. То есть отказываемся мы или не отказываемся. И вообще любовь может превращаться в какую-то работу, а не в отдых и не в расслабление. Вопросы отдыха, развлечения, свободного времени или хобби. Пересматриваем. Хобби старое, к которому мы вернёмся, переведём, допустим, в профессиональное русло, в карьеру, углубимся. Отдых может стать для нас работой, или мы отпуск можем совместить с работой. Или организовываем отдых, и вроде бы мы участник отдыха, но в итоге для нас это всего лишь работа. Отдых может быть там, где мы были до этого, или у нас отдых вынужденный из-за здоровья. То есть поправляем здоровье, и вот такой вот у нас отдых. Весь отпуск можем посвятить здоровью. Всё свободное время. Диете или ребёнку. И это для нас работа становится, а не отдых. Это может быть в том числе и дальняя поездка, в том числе по вопросам здоровья, но совмещенная с отпуском. Или отпуск посвящаем ремонту машин. Это нас втягивает. Мы как бы возвращаемся к ситуациям, которые не доделали. И вот они нас провоцируют. Пересматриваем, допустим, перспективу отдыха с нашей жужей в дальнейшем. Может, нам придётся отказаться, ездить с жужей на отдых. А это тоже дом, где мы пересматриваем нашу созданную роль в мире, нашу маску. Соответственно, на этом фоне мы возвращаемся к каким-то прошлым знакомствам и к необходимости пересмотреть образование, углубиться и долгосрочные перспективы всего этого дела. Работа, допустим, была связана с детьми, с педагогикой раньше. Возвращаемся. Или там работали в игровом бизнесе, в развлечениях. Нет долгосрочной перспективы. Меняем, переоцениваем наши возможности, исходя из тенденций в социуме. Или возвращаемся, допустим, на работу в казино. Тоже переоцениваем, есть ли в этом перспектива и, возможно, возвращаемся. Надеюсь, моё видео было для вас полезным. Оставляйте свои комменты и подписывайтесь на мой YouTube и Telegram-канал по ссылкам. Проанализируйте возможности ретро-меркурия в декабре 2023 года. До новых встреч на моём астро-канале, где обещаю только звёздные факты, которые помогут вам в жизни огибать неприятные ситуации и строить ваш жизненный ландшафт. На этом всё.